Глава региона Александр Цибульский подписал соглашение о взаимодействии Ненецкого округа и Федеральной антимонопольной службы России. Документ предполагает взаимодействие сторон для содействия развитию конкуренции в регионе во исполнении указа президента России. Кроме того, среди основных направлений сотрудничества администрации Ненецкого округа и ФАС создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, повышение инвестиционной активности в регионе, повышение уровня конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках, а также информационной открытости деятельности органов власти и местного соуправления. То соглашение, которое мы сегодня подписали, оно в общем станет той базой, на основе которой мы будем развивать те механизмы правильной конкуренции, которые в конечном счете, еще раз повторюсь, приведут к улучшению благосостояния и качества жизни людей нашего округа. Уверен, что после соглашения мы сейчас займемся уже написанием конкретного плана мероприятия по тому, как мы будем его реализовывать и будем, что называется, включаться в эту работу и надеюсь, что она приведет к тем результатам, которые декларируются в этом соглашении. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Радчик Петросян отметил позитивные тенденции по развитию малого и среднего бизнеса в Ненецком округе. Можно уже сегодня сказать, что в регионе активно развивается сельское хозяйство, несмотря на трудные климатические условия. Регион предусмотрел создание определенного сельхозкластера в будущем. И на базе существующих в регионе нефтедобывающих и газодобывающих предприятий формируется большой довольно блок малого и среднего бизнеса. Созданы первые частные межмуниципальные маршруты, развиваются частные формы здравоохранения, образования, детский сад частный заработал. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы выразил уверенность в том, что мероприятия, предусмотренные решениями Госсовета и указом президента Российской Федерации, в части развития конкуренции будут выполнены в регионе в установленные сроки. Олег Итанзийский, Ирина Нижалова, Телеканал Север.